С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В новый учебный год с новым министром образования. Сегодня родители школьников из разных уголков страны смогли задать волнующие вопросы Ольге Васильевой. Как и в предыдущие годы, оно прошло в формате видеоконференции с прямыми включениями из 10 регионов России. Общероссийское родительское собрание проводится в Мембурнауке России в целях организации прямого открытого диалога Министерства с родительским сообществом. Иркутск, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Татарстан и Карелия. Родители разных регионов России собрались, чтобы получить ответы на общие больные вопросы. Например, один из них о качестве учебных пособий. Меня зовут Сибгат Улиндвард Рашидович. Моя дочь учится в школе номер 130. И вопрос у нас такой. Ни для кого не секрет, что многие учебники, рекомендованные к использованию в федеральном перечне, к сожалению, в части содержания не соответствуют основному принципу преемственности изучения материала по основным ступеням образования. И таким образом ребенок по тем или иным причинам, переходя из одной школы в другую, может не просто попасть в ситуацию, когда он учится по другому учебнику, но и у учебники может быть совершенно другое содержание. Скажите, пожалуйста, какая работа ведется Министерством образования и науки с авторами и издателями учебников и по каким основным принципам формируется перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях? Я считаю, что произошло очень важное событие несколько лет назад, когда опять же решением именно президента наши коллеги, историки, мои коллеги начинают разработку и заканчивают историко-культурного стандарта. Это не значит, что это единый учебник, как известно. Это значит, что три линии учебников, которые есть, они работают и написаны по именно историко-культурному стандарту, в котором представлены основные артефакты нашей российской истории, которые не требуют разночтения мировоззренческого, они требуют прочтения того фактологического, которое есть. По такому же принципу, по словам Ольги Васильева, идет разработка математического и филологического стандарта, в который включены основные вопросы, которые должен знать ученик. Также в преддверии Дня знаний участники собрания обсудили с российским министром вопросы, касающиеся единого госэкзамена, трудового воспитания в образовательных учреждениях, работу коррекционных школ, бесплатное питание и другие. В общероссийском собрании принял участие Ненинский округ. Руководители школ и представители родительских комитетов собрались на телеконференции в ситуационном центре Дворца культуры Арктика. Маму двоих детей, Екатерину Дуркину, волновало сразу несколько вопросов. Главный вопрос на сегодня, действительно, меня очень волнует, это то, что мой сын перешел в третий класс и будет вторая смена. Вторая смена. И в начальной школе единственный год только вторая смена. Поэтому нам придется перестраиваться вообще полностью все. Даже свой график работы я хочу под него подстроить, потому что ребенок накормили, отправили, пришел отдохнул, занимались вечером. А сейчас, конечно же, очень много детей куда еще ходят на разные кружки, поэтому и кружки придется, и под кружки подстраиваться. И, соответственно, нагрузка сразу у него, наверное, увеличится. Дополнительная нагрузка ляжет на плечи дочери Екатерины Михайловны, ведь в девятом классе ее ждет государственная итоговая аттестация. Больше пугают нас различные изменения. Если в девятом классе у этого выпуска дети всего два, четыре экзамена сдавали, два обязательных и два по выбору, то в этом году, говорят, будут опять изменения, и сдавать придется уже пять экзаменов. И какие еще будут изменения, поэтому еще вроде бы учебный год только наступает, но у меня уже Валерия, она уже такая волнуется. Но волноваться не стоит, считает руководитель департамента образования Галина Медведева. Этот вопрос можно будет обсудить на региональном родительском собрании. Мы свое будем проводить еще региональное родительское собрание. Мы проводим его ежегодно, и проводим так, чтобы можно было подключить все точки нашего округа, чтобы посмотреть, какие есть проблемы у родителей, какие есть проблемы у школ, какие, может быть, у школьника возникают проблемы, и они приносят домой родителям. И что самое главное нам сделать, для того, чтобы образование было качественным, учеба была комфортной, ну и чтобы дети действительно получали то образование, которое сегодня требует от нас сама жизнь. Такие встречи, по словам вице-губернатора, дают возможность родителям принимать непосредственно участие в разработке программ развития школы, оперативно реагировать на изменения в системе образования через членство в общественных и попечительских советах, родительских комитетах.